добрый день дорогие друзья и сегодня у нас продолжается путешествие по уезду анси по югу провинции фудянь нам хоть еще впереди предстоит аж целых 10 дней путешествия по югу фудянь и по северу банду на поэтому мы так сегодня спокойном ритме изучаем окрестности и сегодня мы приехали в деревеньку которая называется луньянь и эта самая деревня она очень интересна тем что она является родиной сорта хуань деньгуй о чем собственно здесь написано этой памятной табличке и установлена она здесь не просто так есть такой термин в китайском языке который называется мужу мужу переводится на русский язык как материнское дерево как правило во всех handy местах где производится цельные сорта чая особенно известный сорта чай обязательно есть такое место которое обозначено как от места произрастания первого или самого старого материнского чайного куста либо чайного дерева от которого собственно и пошло все чайное производство том или новом регионе Собственно, здесь мы видим чайное дерево, которому аж 158 лет Как часто бывает, знаете, такие вот материнские деревья Смотришь, там такой вот кустик маленький И написано, что там 600 лет, но его там типа пересаживали Тут на самом деле в основании видно, что это вот такое большое дерево Просто его подрезали, может быть, чтобы дать ему силу роста, не знаю Но если бы его не подрезали, наверное, оно бы выросло в здоровое дерево То есть у него основание, как настоящее гушу юнаньское посажено Оно в 1850 году В общем-то, чайное дерево самое старое, здесь, как видите, такое действительно старое Без всяких обиняков Это сорт Хуан Дзингу, то есть, собственно, от него пошло развитие чайной промышленности Именно в этой деревне и выращивают Хуан Дзингу Мы тут пропили несколько сортов У нас появится, я думаю, новиночка в виде Хуан Дзингу как раз отсюда И еще мы тут, кстати, нашли у одного из семилов неплохой Лао Ча Хотя, как говорится, Хай Пугу Лао еще недостаточно Лао Но уже, как говорится, на пути ему 8 лет Но я считаю, что, конечно, совсем Лао, это когда уже больше 10, там, ближе к 15 Тогда уже как-то он наполняется, как говорится Так, сейчас еще немного погуляем Посмотрим, какие здесь есть старые красивые дома Мне очень нравится, что сейчас уже такая прям тенденция стала такая То, что не разрушают старые дома совсем, наоборот, их оберегают Если строят что-то новое, то не сносят, а рядом ставят Один период был, когда старые дома ломали активно Сейчас это уже, слава богу, не делают И поэтому многие даже восстанавливают И в худеянских деревеньках можно очень много найти красот по-прежнему И это крайне радует Сейчас мы попили чаечку и погуляем немного, поедем дальше Продолжение следует... Деревня, оказалось, есть вот такой вот удивительный просто дом И на самом деле впервые вижу в Китае полностью каменный дом Именно вот в этом месте провинции Фуцзянь, именно Ваньси Я таких еще не видел Видел в других местах, но тоже не полностью из камня Обычно из камня либо ворота, либо, может быть, окна В больших тулов, то есть земляных домах А тут дом, сделанный полностью из камня Чем он интересен? Принадлежал он семье и одноименному бренду, который назывался Лин Син Тай Это вообще начальные сингапюрцы, которые приехали еще сюда в династию Тин В период Сян Фэн И они занимались торговлей чаем Это был один из крупнейших таких богатейших местных купцов Собственно, и производителей То есть это чайный завод Что интересно, то что это и сейчас чайный завод И сейчас семья его наследники, я так понимаю, здесь живут Которые тоже занимаются чаем Но, конечно, они настолько богаты, как он в свое время Потому что это обычные крестьяне Но, тем не менее, такой вот замечательный дом достался Пол сделан полностью из камня Сохранился очень неплохо Более того, там его немножко подреставрировали Тут вообще, на самом деле, в этой деревне довольно много старых домов Которые все реставрируются и все содержатся в достаточно хорошем состоянии Здесь какие-то новые дома и строятся Они обычно строятся рядом Старые же дома все оберегаются Охраняются государством Более того, государство еще и выделяет средства на то, чтобы их реставрировали Поэтому такие памятники архитектуры Они немножко как живой памятник В нем по-прежнему продолжают жить По-прежнему делают чай уже более 100 лет И он по-прежнему может так вот радовать глазом Кстати, он еще помимо камня Он очень так красиво инкрустирован, украшен диндоджейнскими такими панельками старыми Тоже из фарфора А можно посмотреть, они вот под ободком крыши И изнутри тоже такой деревянные всякие разные элементы приятные сохранились Хотя, конечно, местами уже проржавели Но, тем не менее, сохранился очень здорово И это такой дом чайного купца Впервые вижу именно такой формы Прямо непосредственно рядом с этим домом есть еще один такой вот тоже старый дом Который принадлежал уже родственникам этой семьи Сейчас тут остался всего лишь один дедушка с бабушкой живут они Причем, что интересно, то что они сами его сохранили Я спросил, не помогало государство? Он говорит, нет, мы сами Ну типа ждем, может там государство поможет крышу починить А то протекает иногда Здесь вся входная группа, вот дома она полностью вся сохранилась Старая, то есть дерево Видно, что прям просто уже отполированные временем камни Основание ворот, тянь динь Это внутренний колодец, где раньше так вот обычно рыбу разводили Запускали, то есть это очень красивое такое помещение Крыша, много очень резьбы по дереву сохранилось То есть все полностью вот здание оберегается, сохраняется Кстати, по нему уже позже была проведена электропроводка Все это, конечно, выглядит не очень безопасно Но здание крайне живописное Что интересно, то что как бы здесь сейчас очень стараются Как я уже говорил, оберегать это дело И очень так дрепетно относится хозяин к нему Но это на самом деле очень сильно еще зависит от того, кто сохраняет Как он говорит, практически все их родственники Кто уехал там в Сингапур, кто эмигрировал куда-то там еще Кто переехал в более крупные города И он тут остался один с женой, вот сохраняет такой большой дом Субтитры сделал DimaTorzok А это, кстати, храм Гуанинь, который тоже здесь находится в деревне Вуньян. В отличие от обычных домов, к сожалению, в первоначальном виде он не сохранился по понятным причинам. Во время культуры революции, так как это было культовое сооружение, его практически разрушили. Поэтому сейчас он был восстановлен, частично из каких-то, может быть, и старые элементы перенесли, то, что удалось сохранить. Но можно сказать, что его построили заново. Здесь какие-то отдельные видны элементы резьбы по дереву, может быть, какие-то элементы фарфоровых украшений, но так или иначе сам по себе храм, он все-таки новый. Что интересно, то что, несмотря на то, что здесь больше, конечно, выращивают Хуандиньгой, по идее, не родина Тигуанинь, но все равно храм Батхисадвы Гуанинь, потому что Гуанинь уважают по всему Китаю. Ваньси все-таки как никак не крути, а Тигуанинь – это чай номер один, и поэтому, конечно же, про него никто не забывает. Кстати, тоже ворота украшены такими стражниками. Роспись ручная, тоже новая, это не древняя вещь, но все характерно, очень много таких украшений и ворот можно увидеть на Тайване, потому что, как я уже тоже многократно рассказывал, на Тайване, когда в 1949 году Гаминьдан ушел из материка Китая туда, мигрировало огромное количество жителей Фуцзянь. Поэтому буддизм, который распространен на Тайване, эдосизм, который распространен на Тайване, он очень схож с буддизмом, который распространен в провинции Фуцзянь. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас вот неподалеку в одной деревне непосредственно начали производство уже зимнего чая, потому что осенний чай и сезон уже закончился, был перерыв около там пары недель, когда чай вообще не делали. Сейчас у нас уже середина, можно сказать, скоро конец ноября, когда началась пора зимнего чая. Здесь делают фандингуй, как раз только что вот собрали, этот чай идет сбор у него машинный, то есть подобные косилки есть у нас и в Уишань, и в других регионах, и не только в Кудзяне. То есть первая стадия самая простая, разложили, сейчас он должен немножко подвялиться несколько часов, и после этого начнут лист обрабатывать. Здесь вся деревня занимается непосредственно производством фандингуя, то есть тут прям несколько семей сразу, видимо, они одновременно все это коллективно собирали, коллективно обрабатывают. Такой прям стоит аромат чайного листа. Попробуют, к сожалению, пока этот чай нельзя, потому что он еще не готов, но мы возьмем тоже контакты на будущее, уже будем тоже немножко больше, как говорится, ляудье, то есть в курсе того, что происходит. Мы снимаем, как нас снимаем, короче, да, обычно, когда мы снимаем крестьян, часто очень крестьяне тоже хотят с нами сфоткаться, поэтому часто девушка тоже подбежала такая, давай, ай, говорит, я вас тоже пофоткую, говорю, ну а как тут, как тут не разрешишь, то сами тут лезем в их сельскую жизнь. Кстати, интересно, я еще обратил внимание, на самом деле дунхата, может быть, бы и раньше начали делать, в последние дни были такие дожди во всем вообще, люди по всему югу Фудзяне, особенно в Аньси, и поэтому, собственно, последние три дня мы тут находились, и в Духуа, и в Аньси, дожди у нас с утра до вечера, и поэтому, собственно, чай не собирали. Сегодня утром солнце ясное, и тут же они просто все ломанулись с горы, вот, собственно, и собрали сегодня так много, и все это сделали на полностью всей деревней, вот, как раз потому, что они, собственно, ждали, как я уточнил, сезона, когда же можно будет собрать чай, потому что в дождь, все-таки, лучше чай не собирать. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, интересный еще момент насчет дождей и вообще сезонов, скажем так, выращивания чая. Очень важно, чтобы дожди не шли во время сбора чая, но шли во время его роста, потому что, если, например, погода была очень засушливой, то получается так, что, во-первых, эффективность роста низкая, во-вторых, получается, что поступает меньше минеральных веществ в сам, собственно, побег, который в дальнейшем собирается. И получается так, что потом после сбора вот это флеш, это сырье, оно, такой вкус получается, скажем так, весьма неполноценный. И вот это еще такая дополнительная переменная, которая дает осложнение в случае ее нарушения, так, довольно заметное. Важно, чтобы дожди были в меру и во время роста чая. Субтитры сделал DimaTorzok